Я такой настоящий бодибилдер решил, тренировок пропускать нельзя. Создатели этой мультистанции, компания Техноджим, явно делали это по такими-то таблетками. Я даже не знаю, что говорить, ребята, я делал сейчас бикинистку за шаги на скамейку. Адам с Саней уже в Макдаке. Как с книжками? Читаешь книгу, складываешь обратно. У меня мир рухнул. У меня работает извращенец, смотрите. Он ест бургер ножом и вилкой. Да, поэтому не ездить на ЭКИС. Огромный багаж знаний, огромный багаж опыта. И я, да, очень давно в этом спорте. Мне сейчас сказали, что оказывается порядка 80 человек не смогло прийти ввиду отсутствия QR-кодов. О! Какие-то дюдное говно. Господи, ребята, вы бы знали. Всем привет, доброе утро. У нас сегодня семинар, и я такой настоящий бодибилдер решил. Тренировку пропускать нельзя. Все спали, которые вы понимали. Вот даже Леха только что пришел, я уже тренируюсь. Ну, если это можно стать тренировкой. В общем, вы понимали, это набережная. Набережная. Прямо по люксу, джаку-ди-ху-якузи. Рейдисом. Я думал, зал должен быть отличный. Отель шикарный, там, я уверен, что зал-пушка. Я вчера так говорил Алексею. И это все, что есть для создания нагрузки. Это очень неудобно. Создатель этой мультистанции, компания Техноджим, явно делал это по такими-то таблетками. Таблетки были шикарные. Тернодор вышел не очень. Тренировка ног, ребята. Это для меня очень важно. Я решил не пропускать даже в такой нагрузке, серьезной беготне. И изгаляюсь сейчас как могу. Амплитуды ужасные. Все ужасно. А я еще такой, знаете, вчера даже заехали в аптеку. Сюда вон вечером. Мне нужен был кардиомагнил. У него закончился. Я взял мазь легкую, согревающую. Потому что, ну, рассказывал, плечо там попаливает, колени. Хотя очень хороший, не очень сильный запах. Почти нет его на самом деле. Очень хорошо греет. Потом даже, может, я покажу, если не забуду вам. Потому что вы знаете, я сторонник того, что если вы что-то делаете, чтобы не мешало другим. Поэтому, кто марш за залпом аптекамом, я этим людям желаю, чтобы они себя очко аптекамом намазали. Потому что он сильно пахнет. На весь залп очень некомфортно. Поэтому вам вот такой совет. Потому что вы окружающим делаете некомфортно. Итак. Я даже не знаю, что говорить. Ребята, я делаю сейчас как бикинистку, зашагиваю на скамейку. Я проседал двумя гантелями по 10 кг в руках по 50 раз. Между всеми подходами я делаю разгибания в такой вот амплитуде, чтобы как-то поддерживать кровь в бедрах. Хотя в конце концов скажу, что кровь держится. И какую-то условную нагрузку я подключаю. Все, что здесь хорошего, это красивая подсветка. В смысле, вот красивая подсветка. Да. Ну, вообще мы с лезвами хотели вам формулу мою подснять. Ну, из-за того, что кто-то спал, я уже покачал ноги. Естественно, как хрена ему развело, наверное. Ну, так думаю. Ну, условно. В общем, ладно. Ну, пойдем, зайдем. У меня какое-то окно есть в комнате. В комнате. В шкафу бендера есть окно. И мы сможем побольше что-то показать. Тому тоже соберу сумку. Мы все соберемся. И надо будет готовиться к запорту. Потому что потом у нас сразу семинар. Семинар сразу был в аэропорт. С аэропорта сразу в Петербург. Завтра, у моей доченьки, день рождения. Я тут все прилетаю прямо на день рождения практически. И потом поеду немножко... Хотите сказать отдохнуть на море? Нет, я поеду на море поработать. Но там, по крайней мере, будет тепло. Смена в остановке. И меньше бегать не попу. Готовая еда. Готовая уборка. В общем, хоть какая-то разгрузка. Вот. Какие дела. Уперся. Поехали. Какая-то хуйня на тренажер. Хуйня не тренажер, Алексей. Ваши преферсированные взгляды все это точно описывает. Что такое? Полускочеческая нагрузка. Еще и больно. Готов, ты бы знал, вот здесь как сильно. А вот так давит, некомфортно. Плохо все. Квадры работают плохо. Так, в принципе, все бедра больно. Как-то под связки давит, потому что расстояние неправильное. Ой. Ладно. Ну что? Ты будешь сняться даже по телу. Я уже седал 50 раз к бедра. Но единственная проблема у меня сейчас в такой высокой интенсивности. Сердце просто сумасшедшим образом бьется. Но я до конца еще не поправился. Ну вот. Наверное, уже в следующем выпуске, который я буду снимать сам на камеру с отдыха, я поделюсь вам с вами информацией по поводу того, чем как болел, и что, как, почему, почему минимально давал об этом информацию. Потому что это уже в следующем выпуске, куберки. Посмотрите. Потому что, ну, считаю, что сделал правильно. Все. Потому что и выступил сам, и, кстати, все равно успешно даже в этом состоянии. Роман выступил максимально. Нет. Выступил максимально, но успешно. Место занял не максимальное, но все равно. Мало людей, кто этого уже достигали в России. Ладно, все. Сейчас все увидим, но скоро семена. Может, наш завтрак подснимем, что мы сейчас найдем покушать. И еще одну набережную пойти сфоткаться. И дальше в Ростове будем. Так, в принципе, на самом деле, я, конечно, в Ростове побольше времени провел с удовольствием. Потому что мы даже про променадную улицу прогулочную не смогли увидеть. Уже все, бегом, все, бегом. Но при этом ведь с максимальной интенсивностью стараемся все делать. Даже где завтрак будем, не знаю. У нас-то против есть Макдональдс, там есть завтрак, я знаю. Но не очень, конечно, не лучший вариант. Я бы лучше какую-нибудь рыбку с салатиком отведал. Ну, сейчас мы разберемся. Заведений не так уж и мало. Посмотрим, где у нас семинар по адресу. И что там здесь за ресторан. Убра добрая еще раз. Все. Адам с Саней уже в Макдаке. И мы с Лехой тоже идем. Там, по идее, есть какие-то омлеты, что-то такое. Съем немножко еды. Я выпил грамм 20 бца. В принципе, мне нормально. Как я сказал, это остальные без жратвы сдохнут и будут ныть. Мне кажется, я уже могу сутками не есть. Тут набережная, кстати, люди гуляют. Мы сейчас когда пройдем, снимем вам дом тут, по-моему, верно. Вот мы живем. Рэдисонг, если что, хороший отель. Не считая зала, как я говорил, все супер. Очень бы хотелось остаться надольше. Поэтому, друзья, Ростов, я уверен, что мы сюда обязательно вернемся. Хоть посмотреть-то. Мы даже не были на набережных. Подойдем, сейчас посмотрим. Прям так. Есть своя какая-то... Не знаю, как это назвать. Свой шарм. Вот, правильно слово. Свой шарм. Как бы мне не нравилось. Нравится, мне нравится за границей, но у нас, да, где-то, не знаю. Ростов, Сочи, Анапа, Краснодар. В каждом городе, где я бываю, есть свой неоценимый, неповторимый шарм. Видите? Шкаф с книжками. Читаешь книгу, складываешь обратно, меняешься книгами. Очень круто, очень круто. Не знаю. Покажи им, что меня показывает. Красиво. По-самому деле, красиво. Ребята, я сейчас, знаете, что... Я сейчас в шоке. Вот сейчас просто я... У меня мир рухнул. У меня работает извращенец. Смотрите. Он ест бургер ножом и вилкой. Саша, это нормально? Месье? Месье. Месье. Как жить-то теперь мне? Никак. Я руками жу. Ну, так бывает. Ладно, пошли. Там завтра комлетик возьмем. Давай, что взял? Так, что я взял, ребята? Опять же, при жратве нужно быстро. В общем, я сейчас возьму себе два гамбургера. Но с двух гамбургеров выкину по одной булке верхней и соединю их. То есть, так вот будет. Взял тут именно овощной салат. В заправку сделал простое масло. Кола без сахара. Ну, даже может, на самом деле... Сколько могу булок вытащить? Столько вытащу. На самом деле, я туплю. Я гляну еще. Может, если бы быть с большим бургером завтра? Нет. Только то, что да. Только обычный гамбургер. С салатом. Очень. Как весит. Очень сложно. Ну, все, ладно. Тем более, мы не разобрались. А вот это я беру. Все. Салат. Масло. Кола без сахара. Добавляю заказ. Потом, к этому, я беру себе... Да. Беру биттест и с него тоже выкидываю... Остенький взять, интересный или это? Возьму остренький. Не ел остренький. Ваш выбор. Биттест и острый. Это... Все. Что можно сделать? Посмотрим. Не знаю, котлеты добавляют. Так, все. Мне мы взяли. Добавить заказ. Леха, что тебе? На самом деле, безумно радует, что можно реально дать просто... Салат. Просто салат. Это прям замечательно. Хотя одно время салаты, я знаю, пропадали. Из Макдака. И их не было в принципе. А у Лехи-то, смотрите, у Лехи. Сок апельсиновый с сахаром. Мороженое с карамелью. Бигмачик и картофанчик. Хорошо быть молодым, с быстрым обменом вещет. Ты тоже решил в бургер вилкой нести? Нет, нет, нет. Я для салатика взял просто в руки. Я не решил. Буду сейчас избавляться от булки одной. Хочу конструировать. Там две котлеты. Там две котлеты, да. Три котлеты. Отсюда котлета тоже пойдет туда. Да, на втором уровне. Нам очень приятно всех вас видеть сегодня. И какое-то вступление будет. Вступление? Да. Мы готовы сегодня отвечать во все ваши вопросы. И чем думать, и, как говорится, по-семейной будет атмосфера, тем лучше, чтобы ни в коем случае не хотели бы в эту встречу проходить вот так, в дирекции, в период меметра. Сегодня просто готовы с вами побеседовать с моим. Да, действительно, чем не стесняйтесь, да, время ограниченное. Частую все семинары происходят так, что примерно час ты играешь в монолог, и ты такой, ну все закончили, и тут начинается, а вот вопросы. Да, поэтому не стесняйтесь. Огромный багаж знаний, огромный багаж опыта, и я, да, очень давно в этом спорте прошли его с нуля. Какая-то, как и все люди, мы только начинаем занятия, потому что то, какой можно получить результат, насколько быстрее, чем мы могли сделать мы, насколько безопаснее для себя. Потому что я думаю, там, кстати, смена ради, да, мы можем поделиться там историей, которые мы готовим в первые разы. Потому что, представьте себе, когда я готов был в первый турнир, последнюю неделю я варил кулинную грудь без кожуры в дистиллированной воде. Запивал дистиллированной водой, а грудцы елись без кожуры, в том числе и пила дистиллированная вода. И слово судороги, это было примерно в постоянном состоянии последние пять дней. То есть, сейчас ты выходишь на уровне, да, в последний турнир. Предпоследний, самый удачный, это в турнире «Паралимпия» в Португалии оттял первое место в своей категории. Не было ни единой судороги, до сих пор готовки, перед турниром идеально в состоянии здоровья. Не учтите, как Роман в про второе место сейчас в Польше, в квалификации на «Олимпию». Только состояние легкое. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИОЗДОР Субтитры делал DimaTorzok ДИОЗДОР Субтитры делал DimaTorzok К picturing Закончили, мы едем кушать, у нас 40 минут, а потом нужно ехать в аэропорт, потому что нужно взлетать. Вот, ребята, такой режим, такая жизнь, семинар хорошо, очень приятные ребята, к сожалению, по времени ограниченных, на другой стороне тоже больше двух-трех часов вести этот семинар зачастую тяжеловато, больше получилось, конечно, мотивационного, а Тюнс вот ребята хотели еще больше научных данных, но вот был один гость, который задавал вопросы холосовского характера, надеюсь, что слова, которые не услышали, помогут им, достижение целей, результатов по жизни. Мне сейчас сказали, что оказывается порядка 80 человек не смогло прийти, ввиду отсутствия QR-кодов, строгий контроль, то есть опасность для клуба пускать людей, а мероприятие, то есть, ну, в городе известно, что мы приехали, и если бы пришла проверка, что очень вероятно тут прям контролируют, то были бы проблемы для клуба, и они были вынуждены проверять QR-коды, и порядка 80 человек не смогли попасть там на семинар. Это, на самом деле, прям очень грустно, грустно, обидненько, но в следующий раз, да сбоку, или появится может QR-код, а может уже эту дурацкую систему отменят, вот, прям на самом деле так, даже очень обидно за людей, которые специально приехали, не смогли попасть, это прямо, ну, один человек очень хитрый, смог передать свою карточку, и выиграл приз, и выпрятать остальные, остальные, вот не смогли, у них не было тут, кто мог получить, а это было условие, участие в роли шапризов, присутствие вместе с чеком, но, что мы для Ростова отдельное придумаем, батончик-подарок для всех. Домой летим, долетели, долетели на Адаме до аэропорта, говорит, я будем проверять, кто первый, говорит, мы на взлете, или он, говорит, я, говорит, уйду от самолета, пока вы будете там, типа, набирать. Посмотрим, в общем, первый, с вас пальцем, комментарии под ролик, и спасибо, что вы с нами, все, можешь с ним поговорить, такая вещь остается, грустно, на самом деле. Будет ли нам музыку у него реклама заложить, либо Трайвер Дигево. Как время проведет? Хорошо. Хорошо. Все получилось. Жалко, не успели по городу нормально покататься. Потому что невозможно ездить по Ростову, передайте губернатору, что дорожки нужно сделать. Плохие дороги. Печально. Плохие. Я выводил, как раз. Я выводил, как раз, забираю. А он, как-то, как раз. Где нет? Обратный, что видите? Хорошо, полететь. Саша. Сейчас. Как дорожки? Так, почему не забывай, товарищ?